Слава Господу, братья и сестры, дорогая церковь! Какие мы с вами счастливые люди, что мы сегодня в Доме Божьем, в Церкви Божьей, что мы можем сегодня славить Господа. Сегодня такое служение у нас особое, когда мы можем просто делиться то, что есть в нашем сердце. Я хочу сегодня также поделиться с вами то, что есть в моем сердце, от сердца к сердцу. Я благодарю Господа, что я родился в семье верующих родителей. В нашей семье было шесть детей, и когда мне было десять месяцев, мои родители уверовали в Господа. Мой дедушка был верующий, и я с детства помню, когда дедушка задавал мне вопрос, «Внучек, любишь ли ты Иисуса?» Я вот так по-детски отвечал, «Да, люблю Иисуса». И я счастливый человек, и я думаю, что все мы намного больше должны благодарить Господа, если мы родились в семье верующих родителей. И я помню, с детства, когда мои родители, мы все шли в церковь, в дом молитвы, и с детства я видел действия Господа, действия Святого Духа в собрании, на домашних группах, и мы радовались. И на вопрос папа работал целый день, возвращаясь вечером, и он спрашивал, «Ну, как служение?» Я помню, вот все мы детьми говорили, как сильно действовал Дух Святой. Я имел великое счастье. И я сегодня хочу вот в своей проповеди, в то, что есть в моем сердце, такой посыл для всех нас. Слышим ли мы голос Божий? И слыша голос Божий, наша реакция на то, как мы реагируем на слышанное Божье Слово. И уже будучи подростком, где-то в 16 лет, однажды в собрании я слышал много раз, каждый раз в вечернее собрание или днем, каждый раз служители обращались, если есть в зале те, кто желает принять Иисуса своим Господом и Спасителем, и Господь стучался в мое сердце. И я знал, слышал, точно меня зовет Господь, чтобы я мог покаяться. И удивительно, знаете, я даже молился и говорил, Господи, сделай так, чтобы сегодня вечером не было вот этого призыва на покаяние, потому что меня Господь зовет. И однажды особенным образом Господь коснулся моего сердца. И я открыл свое сердце и сказал, Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь, в мое сердце, чтобы Ты стал моим Господом, моим Спасителем. И я помню этот день, момент покаяния, когда я вышел на покаяние, и я радуюсь и благодарю Господа, что Иисус стал моим Господом и Спасителем. Слава Богу! Друзья, дорогие, и любя Господа, я вспоминаю, когда Иисус Христос после Своего воскресения, обращаясь к Петру, и задает ему вопрос, Симон, сын Ионин, любишь ли ты меня? И Иисус узнал, что Симон любил его. И Симон, отвечая, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя? И Господь говорит, я знаю, что Ты любишь меня, поси вец моих, поси ягнят моих. И знаете, Господь, Он знает наше сердце, и Господь желает, чтобы мы любили Господа. Потому что Сам Бог Отец настолько сильно возлюбил каждого из нас, что Он послал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий из нас не погиб, но имел жизнь вечную. Настолько Бог, я восхищаюсь любовью Бога, Его милостью, насколько Бог вникает во все обстоятельства нашей жизни. И однажды Бог просто особенным образом наполнял мое сердце. И в любви к Господу я задавал Ему вопрос, Господи, я хочу что-то сделать для славы Твоей. И в моем сердце такое желание было, чтобы поехать туда, где люди особенным образом нуждаются в том, чтобы услышать благую весть. И я жил по соседству с вами в Брянске. И Господь коснулся моего сердца, и это особая близость с Господом. И Господь сказал, едь в Карелию, город Сегежа. Карелию не знал, Сегежу не знал. Нашел карту, нашел это место. Взял чемодан и с Божьей помощью поехал. И уже 30 лет в церкви. Там, в Карелии, в Сегеже, Бог благословляет. Слава Господу! Друзья дорогие, Бог настолько внимательный, Бог настолько Бог заботится о каждом из нас, чтобы, проходя любые обстоятельства жизни, чтобы мы могли доверяться Господу, познавать Его милость, познавать Его величие. Когда мы смотрим в Ветхом Завете, Бог настолько чудесным образом заботился о своем народе. И как написано в Ветхом Завете, Бог говорит, что одежда, обувь не ветшала, хлеба не ел. Я настолько заботился о Тебе, чтобы Ты знал, что Я Бог Твой, что Я Твой Господь. И в нашей жизни мы смотрим, Господи, Бог желает, чтобы наше упование всецело было на Господа. И когда я смотрю на Господа моего, нашего, я думаю, Господи, настолько Ты был внимателен. Помните, когда Христос воскрес из мертвых? И когда Мария там в саду плачет? Настолько потрясения, настолько вот это горе утраты. Иисус на кресте висящий был погребен. И когда Иисус обращается к ней, и я думаю, Господи, вообще Ты должен взойти на небо, предстать пред Отцом. И когда Он услышал и увидел плачущую Марию, Он остановился. И обращаясь к ней, желание любящего сердца Иисуса было, чтобы принести утешение Марии. Слава Господу! Когда вот я смотрю на... Когда Фома, который однажды, ну, не пришел на собрание, потому что вот так же обстоятельства, трудности, мы все любим на все собрания ходить. И знаете, я вот так смотрю на Фому, и Фома вот не было на собрании, и когда Иисус явился, Фомы не было, Фома пришел через несколько дней на собрание, и ученики, друзья, братья, сестры рассказывают, Фома, Иисус так нас сильно благословил в собрании. А Фома, его такое мышление логическое, все нужно объяснить. И он говорит, пока не увижу ран на руках Иисуса, не поверю. И смотрите, насколько Иисус такой вот нежный, любящий, внимательный. И когда является Иисус, приходит на собрание, и знаете, Он обращает все свое внимание и называет Фома, посмотри на мои руки. Посмотри на эти раны. Я думаю, Господи, вот Небесный Отец вот захотел так, чтобы Иисус, воскресший в новом теле, но чтобы у Него остались эти раны на Его руках. И Слово Божие говорит нам, ранами Его мы исцелились. Друзья дорогие, вот эти раны или рубцы на руках Иисуса, они являются целительными, потому что Он есть Господь, который прощает нас, который любит нас. И в нашей жизни я хочу вот некоторую мысль для нашего размышления. В нашей жизни так много люди причиняют нам раны, какие-то обстоятельства, какие-то сложности нашей жизни, вот какие-то рубцы, и Бог их исцеляет, но остаются раны. Это память в нашем разуме. Кто-то нас обидел. Люди, не знающие Господа, они пытаются как-то отомстить, причинить кому-то какую-то боль, потому что эти люди нам причинили. Но Господь желает, чтобы этими ранами, которых и Бог исцелил, чтобы мы могли служить людям. Слава Господу! Друзья, Бог говорит к нам, к нашему сердцу, и я хочу привести интересную историю, постараюсь быть очень кратким. Десятая глава Деяния Святых Апостолов, все мы читаем Слово Божье. И когда мы видим, что в Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостине, народу и всегда молившийся Богу. И Корнилий, который смотрел на окружающих его людей, иудеев, которые служили Богу живому, и Бог особенным образом проговорил к его сердцу. И Слово Божье говорит нам, он был благочестивым человеком, он молился всегда, он творил милости. И Слово Божье говорит нам, что Бог занимал особое место в его сердце, в его жизни. И вот это почитание Бога живого, Бога Израиля, хотя он не был иудеем, но Бог занимал особое место в его жизни. И в этом поклонении и служении Богу была задействована вся его семья. И особенным образом, смотрите, родные, близкие. И когда мы читаем Слове Божьем, когда Бог через ангела проговорил Корнилию, и ангел сказал Корнилий, пошли в Эопию людей и позови Петра, который придет и скажет слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. И Корнилий получает особое откровение от Господа. Братья и сестры, мы с вами также имеем желание, чтобы Бог нам говорил что-то новое, при том мы не хотим исполнять то, что Бог уже говорил нам прежде. Вы понимаете, о чем я? Друзья, мы понимаем, что Слово Божье, оно живо и действенно. И вот смотрите, Корнилий, он почитает и служит Господу. И когда Бог обращается к Корнилию и говорит, Корнилий, то, что ты делал до сегодняшнего дня, это хорошо. Ты молился, ты служил Господу, ты почитал Господа. И Бог особое место занимает в твоей жизни. И я хочу сказать, братья и сестры, занимает ли Бог особенное место в нашей жизни? Почитаем ли мы Бога нашего? И если мы почитаем Господа, и мы сегодня здесь, я хочу сказать, мы благочестивые люди с вами, потому что мы сегодня народ особенный. Мы сегодня люди, которых Бог взял в свое дело, чтобы мы могли возвещать Его совершенство, в Его величие. Мы люди, которых Бог называет, что мы верующие люди. И мы говорим о себе, что мы верующие люди. А Слово Божье говорит нам, без веры невозможно угодить Господу. Ибо всякий верующий в Него, вот должен каждый верующий в Него, должен веровать, что Он есть. И ищущим Его Он воздает. Аллилуйя! Слава Господу! И смотрите, Корнилий получает откровение от Господа. Такую инструкцию. И смотрите, Он посылает слуг, посылает воина туда, в Иопию, к Петру. Друзья, и мы видим, что Бог говорит к этим людям. Слова Корнилии – это было Божье послание, Божье слово для этих людей. И мы видим вот в этой истории, когда Петр молится, и когда Дух Божий говорит Петру о необходимости пойти туда к язычникам и сказать вот то, что было в сердце Петра. И Господь не дает ему конкретного указания, что ты должен сказать. Господь знал, что достаточно в сердце Петра все то, что знает Петр, он может рассказать этим людям благую весть. И я вот хочу, чтобы мы, окунувшись, посмотрели на реакцию Петра. Бог говорит Петру. И Петр начинает как бы спорить с Господом и говорит, Господь, я не могу нарушить Твоего слова, потому что я никогда не приступал по велению Твоих, нечистого никогда не ел. А Господь говорит, что я очистил, не почитай, нечистым. Этими словами Господь говорит, Петр, для тебя самое главное – послушание моему слову. Как важно нам, друзья, быть послушными, послушными Божьему слову. И когда, смотрите, Петр идет к Корнилию, и я смотрю, Корнилий собирает огромное собрание родственников, друзей своих, слуг своих, там воинов. Такое собрание, и я думаю, Господи, для этих людей, которых Корнилий зовет, потому что вот-вот придет Петр и скажет им нечто особенное, которое повлияет на всю их жизнь, на то важное слово, которое позволит им вот услышать эту радостную благую весть. Друзья, для всех этих людей вот это приглашение Корнилия, это Бог через Корнилия говорил к этим людям. И вот приходит Петр, Корнилий созывает всех родных, всех близких, и когда Петр приходит к язычникам, я думаю, Петр, какое твое было состояние? И когда вы будете читать домашнее задание для вас всем, прочитать 10 главу Деяния Святых Апостолов и проповедь Петра, она была так удивительна. Петр так начинает сдалека, сдалека так все проповедует, и в какой-то момент он даже, наверное, не осознает, 43 стих, когда Петр, я думаю, что просто благодать, Дух Святой коснулся его, и он в своей проповеди говорит о том, что всякий верующий в Него, в Иисуса Христа, получит прощение грехов во имя Иисуса Христа. И в этот момент, когда вот это слово коснулось сердец этих людей, и написано, и Дух Святой сошел на них, и они исполнились Святого Духа. И когда Петр после придет в Иерусалим и братьям начинает рассказывать о произошедшем, и он говорит, Дух Святой сошел точно так же на язычников, как и на нас вначале, вот там, в Иерусалиме. Братья и сестры, как важно нам сегодня быть открытым сердцем, иметь вот эту жажду в нашем сердце. Может быть, мы, обращаясь к своим родным, когда мы им говорим об Иисусе, или их приглашаем на собрание, и вот наше приглашение, когда мы зовем наших родных, когда мы молимся, когда мы говорим, и для них это будет голос Божий через нас, обращенный к этим людям. Братья и сестры, да благословит всех нас Господь! Мы Божий народ, мы Божья церковь. И давайте вместе с вами, просто открывая свое сердце, мы поблагодарим Бога за то, что мы сегодня здесь, за то, что мы спасены, за то, что мы оправданы Господом, омытой кровью Иисуса Христа, что Господь коснулся сердца нашего. Однажды Дух Святой, Он живет в нашем сердце. И Дух Святой свидетельствует нам, что мы дети Божьи. Аллилуйя! Слава Господу! Давайте прославим Господа в молитве и возвеличим Его великого Бога нашего!